В следующем сезоне цены на одежду и обувь вырастут на 10-20%. В Казани ведутся работы по созданию крупнейшей в России экосистемы прибрежных парков. Что стало причиной похолодания в июле. Характер погоды меняется и на смену антициклона на нашу территорию пришел северный циклон. Он принес к нам северные потоки и температура воздуха буквально за один день опустилась на значение около 9 градусов. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Энджи Минибаева. 170 человек примут участие в 26-м республиканском фестивале детско-юношеской и молодежной прессы «Алтынкаля» «Золотое перо». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в «Татаринформ», посвященной открытию мероприятия. Традиционно главные победители фестиваля «Обладатели Гран-при» получат возможность обучения за счет средств гранта, выделенного из бюджета Республики Татарстан, Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Семь раз подумай, один купи. В следующем сезоне за одежды и обувь модники заплатят больше обычного. Насколько ощутимо ударит это повышение по кошельку покупателя? Спрос на демисезонные вещи начинает расти с первым похолоданием. По прогнозам розничных продавцов, одежда и обувь из осенней коллекции подорожает на 10-15%, и зимний – на 18-20%. Как скачок цен отразится на бюджете покупателей? Для сегментов, которые являются наиболее обеспеченными, которые предпочитают брендовые какие-то вещи, для них рост цен на 10-20% не является значимым вообще, а в ряде случаев он приводит даже к тому, что такие товары начинают покупать еще больше. Для других сегментов, то есть это в частности средний класс, особенно нижняя его часть, и менее обеспеченные слои населения, которые по статистике составляют нас на самую большую часть населения России, для них рост цен даже на несколько процентов на одежду – это достаточно сильный удар по семейному бюджету, потому что одежда она после еды и портплаты составляет третью по значимости долю расходов. На скачок цен влияют увеличивающиеся расходы на логистику. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в 5-6 раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. А это основной и самый дешевый способ доставки груза. Следующим фактором, который, опять же, увеличил стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу, является рост цен на нефть и, соответственно, на топливо. Если мы посмотрим на прошлый год, то нефть доходила, падла до 30 долларов за баррель. Сейчас она выше 70 долларов за баррель, да, то есть такой рост на нефть, естественно, привел к тому, что топливо стало дороже, и, соответственно, расходы перевозчиков увеличились, и эти расходы, естественно, включаются в конечную стоимость грузоперевозок. С начала 2021 года увеличилась и стоимость сырья. Выросли цены на хлопок, материалы, связанные с химией и нефтепродуктами. По словам ритейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Однако многие бренды масс-маркета намерены сохранить цены на уровне 2019 года. Ариадна Кугушева, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета принимают участие в недавно стартовавшей программе студенческого туризма. Первая группа обучающихся КФУ уже находится в Великом Новгороде. Вторая группа студентов поедет на предстоящей неделе в Северо-Осетинский государственный университет и в Южно-Федеральный университет. КФУ является одним из 15 вузов России, которые принимают участие в реализации пилотной программы студенческого туризма. Напомним, в рамках нее обучающиеся вузов РФ смогут посетить разные города, пожить в общежитиях университетов, принять участие в культурно-познавательной программе, организованной принимающим вузом. Согласно программе, направляющая вуз берет на себя расходы по организации проживания и проезда. Соответственно, студенты потратят минимальное количество денег на эту поездку. Студентам данная программа интересна, потому что она открывает новые горизонты, новые впечатления, новые события. Естественно, так как ее запустили еще только в июле этого года, не все, может быть, желающие смогли принять в ней участие, но она с каждым годом будет расти и расширяться, и с каждым годом, думаю, будет гораздо больше студентов, путешествующих по всей стране. Создать крупнейшую в России экосистему прибрежных парков – такова миссия проекта, запущенного по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Согласно плану, до 2030 года вдоль прибрежной территории Казанки должно появиться 12 парков. О реализации масштабного проекта расскажет наш корреспондент. Полторы тысячи гектар новой парковой территории, 150 километров пешеходных маршрутов вдоль реки и почти 6 миллионов посетителей ежегодно. Такие грандиозные планы строит городская власть. Карта будущих парков охватывает путь от Голубых озер до Волги и представляет жителям Казани различные идеи для досуга. Так вдоль берегов реки появятся интеллектуальные островки, игровые и спортивные площадки, экологические тропы и экскурсионные маршруты. Парки создаются всегда на основе естественных природных объектов. То есть там проводится благоустройство, сохраняются природные ценные объекты, досаживаются озеленение, если оно необходимо. Ну, плюс какая-то бывает инфраструктура. Вот этот шаг создания цепочки из 12 парков по берегам реки Казанки – это идея сохранения существующего озеленения. Непрерывное озеленение в виде цепочки парков станет экологическим каркасом города, а сама Казанка – его стержня. Также сеть парков поможет равномерно распределить поток людей на берегах реки. Таким образом снимется нагрузка с уже существующих набережных. Кроме того, важно, чтобы берега оставались в своем естественном виде – песчаными или озелененными, но ни в коем случае не бетонными. Зеленый каркас, он подразумевает непрерывность озеленения территории. А здесь вот не все вопросы еще до конца продуманы, и вот это вызывает некоторую беспокойство. Например, строительство парка около Ривьеры, оно предполагает там строительство концертного зала, опять очередной кусок за дном ИВД. Вот, и считаю, что это неправильно. Тем не менее, проект по благоустройству береговых линий Казанки уже на стадии реализации. Первым шагом стал экстрим-парк «Ура». Активные работы ведутся и на территории прибрежной зоны от Кремля до Кировской дамбы. На новом участке набережной казанцы смогут любоваться пейзажами. Для этого будут установлены скамейки и лежаки. Появятся велосипедные дорожки, дополнят атмосферу пассажные деревья и новые цветочные клумбы. Все это не за горами. Работу планируют завершить уже к концу августа, ко дня города. Отметим, что принять участие в проекте может любой житель Казани. Прислать свои идеи и предложения по благоустройству прибрежной территории Казанки можно на электронный адрес, который указан на экране. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. После жарких дней в республике похолодает. Что станет причиной и когда снова ждать потепления, узнала наш корреспондент Елизавета Никитина. 24 и 25 июля станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Пик похолодания придется на 25 июля. Об этом нашему телеканалу рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Ауходиев. Действительно у нас июль выдался аномально теплым. Если говорить про его начало, то оно было действительно таким антициклоническим. И тропическая жара, в общем-то, установилась на нашей территории. Однако характер погоды меняется, и на смену антициклона на нашу территорию пришел северный циклон. Он принес к нам северные потоки, и температура воздуха буквально за один день опустилась на значение около 9 градусов. Таким образом, погода стала в пределах климатической нормы. Если говорить о ближайшей декаде, то она прогнозируется близкой к климатической норме и даже с небольшой отрицательной аномалией, примерно минус 2 градуса. Среднесуточная температура 24 и 25 июля достигнет отметки в 16 градусов. Ночная будет в районе 13 и 14 градусов, а дневная будет превосходить отметку в 20 градусов. Для июля норма осадков составляет 69 миллиметров. В то же время этот июль начался достаточно дождливым, и за три дня буквально выпала полумесячная норма осадков. Говоря о прошедших сутках, за ближайшую ночь выпало еще 10 миллиметров осадков. И учитывая циклонический характер погоды последней декады, ожидается, что месячная норма будет выполнена или даже перевыполнена. По словам Тимура Аухадеева, конец июля в силу его циклоничности предполагает высокую вероятность осадков на всей территории Республики Татарстан. На этом все. В студии была Энджа Минебаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!